Этих людей. Я решил провести эксперимент, пробраться тайно в Государственную Думу и узнать, чем их кормят. Ты показал, как будто ты по канализации. Пробрался. Мне не привыкать в Государственную Думу. Через депутатов. Пробирался, ты была тайно. И что? Рассказывай. Вот, сразу же. А ты не с расстройством ли желудка слег? Нет. Это депутатская столовая красная. Туда нельзя зайти простым смертным, только депутатам или помашникам. Не спрашивайте меня, как я туда попал. Я все равно не расскажу. Да, не расскажу ни за что. Значит, секундочку. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Стоп, кадр остановите. Я вижу 0,89. Что? Что может стоить в 2011 году 89 копеек? Нет, вот секунду. 1 рубль, 89 копеек, 6 рублей. То есть, в принципе, даже не важно, что это. Ну, окей, хлеб стоит 1 рубль, это понятно. В ресторанах стоит напечатать только 1 рубль. Это горячее, это горячее. 37 рублей, 19 рублей, 6 рублей, 27 рублей. А горячее что? Горячий воздух. Горячий воздух. Что может 6 рублей стоить? Горячий. Там, ну, тут плохо видно, но там различные вкусняшечки, там, государственные дубы. Ну, то есть, там мясо, рыба, все равно. Там мясо, рыба, вот они пошли. Салатик, супчик, компотик. Вот все, что было съездено за этим столом, вы видите, да? А сейчас, внимание, сколько за это заплатили? 164 рубля. Браво, браво. То есть, 4 человека съели. Первое, второе, третье. А компот? 4 человека. Подожди, то есть, это сумма на 4? Да, это на 4. Это на 4, 4 человека. Видите, котлеты, супы, чай, все было просто. То есть, в среднем по 40 рублей на человека, на депутата. Да, причем каждый до копейки сам отсчитал и положил. Не принято платить за коллег. Это самое дешевое вообще... Ну, я заплатил, поскольку, как бы... Как минимум, в Москве. Самая дешевая столовка в стране, на самом центре столицы. Самая дешевая столовка. Это была Госдума? Это Государственная Дума. Самая дешевая столовая в центре Москвы. Да. Подождите, стойте, получается, что они за наши налоги едят? Потому что, явно, это стоит дороже. Насколько я знаю, то у них, как во всех государственных учреждениях, делаются дотации из бюджета, то есть, есть какая-то цена, и к ней добавляются... Ну, как объяснить правильно? То есть, есть цена, да, допустим, 100 рублей. Чтобы ее компенсировать, государственный денег там добавляется, чтобы это стоило 80, туда добавляется из государственных денег. Ну, понятно, нет. Такая логика как раз нам вполне себе... Я про все, кто-то же принимаю, но... Давайте дальше покажу. А, продолжается. Мы выходим. Продолжение. Это буфет знаменитый, где... Откуда требовал Жириновский принести красный икру? Откуда требовал бутерброд? Сейчас я его покажу. Черной икры нету. Это салат, и все сделано идеально по ГОСТу. Я вижу, что... Стоп, 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 стоп. Бутерброд с красной икры. Можно чуть-чуть назад, чуть-чуть назад? Сколько? 90? 70 рублей. Это самое дорогое, что есть. Вот, что требовал Жириновский, чтобы мы принесли бутерброд из красной икры, 70 рублей стоит. Я не знаю, сколько он стоит обычно. А алкоголь продается? Да. Алкоголь, сейчас расскажу. Выключите камеру, и сейчас вам расскажите. Внимание, кофе сделано из кофемашины. Мы все знаем, сколько стоит кофе. 17 рублей стоит. 17 рублей. Вот такая огромная чашка черного... Это поразительно. Это поразительно. Американского кофе. Поставьте на паузу, пожалуйста.